Сейчас, друзья, у вас будет уникальная возможность побыть в главной роли трагикомедии под названием «Жизненный цикл растения Тристерикса». Людям с неустойчивой психикой и слабонервным лучше сразу выключить это видео. Итак, представьте ненадолго, что вы являетесь зародышем, маленьким семечком, и находитесь в плоду ягоди. И ваша мама очень плодовита. Вокруг вас много плодов с вашими братьями и сестрами. Но вот неожиданно к вам подлетает птица, кактусовый пересмешник. И вы с ужасом наблюдаете, как эта птица начинает поедать ваших братьев и сестер. У вас охватывает ужас. Вы не понимаете, как ваша мама могла такое допустить. Но вы не делайте преждевременных выводов, потому что ваша мама очень хорошо позаботилась о том, чтобы вы продолжали свой жизненный цикл. Поэтому она специально сделала плоды такими вкусными и привлекательными на вид для этих птиц. И вскоре вы попадаете вместе с этим плодом внутрь желудочно-кишечного тракта этой птицы. У вас охватывает ужас. Вы видите, как плоды, где были ваши сестры и братья, начинают разъедать желудочный сок птицы. Вы думаете, сейчас и с вами будет то же самое. Но проходит, о чудо, плод разъедается, но на вас этот желудочный сок совершенно не действует. То есть мать и тут позаботилась о том, чтобы вы остались живы. И вот наступает момент, когда птица накушалась, у нее переварилось все. И ей пришла пора испражняться. И в этот момент она, летая по мексиканским прериям от кактуса к кактусу, начинает постепенно липкий экстракт, в которых находятся ваши братья и сестры, испражнять. Первым полетел ваш брат, но неудачно попал на раскаленный песок прерии и зажарился на заживо. Следующим полетела ваша сестра, но ее вместе с экстрактом ей неудачно упала возле кактуса и зацепилась за иголку. И сколько она не пыталась пробраться к стеблю кактуса, у нее не получилось, ей не хватило просто жизненных сил. И вот тогда наступила ваша очередь, и вы полетели очень удачно и прямо приземлились на стебель кактуса, миновав все иголки, и чудом уцелели. Но солнце очень сильно жарит, и вы не знаете, куда деваться уже. Вы прикрепили, чтобы вас не сдуло ветром за кончиком своим, за стебель. Но вот наступила спасательная ночь, и кактусу захотелось подышать. Он решил немножко глотнуть кислорода и выпустить излишки углекислого газа. И открыл свои мелкие поры. Вы тут же этим воспользовались и провалились внутрь кактуса, где упали в воду, которая была очень богата органикой и полезными минералами, которые кактус накопил для своего выживания. Вы ощутили себя, как будто находитесь в раю, начали очень быстро расти, развиваться, почувствовали силы. И в какой-то момент, когда вы стали очень сильны, вы начали выпускать стебель, которому очень нужен был глоток солнца. И этот стебель начал пробивать себе дорогу на свет. Потом на стебле распустились красивые цветы, которые в свою очередь начали привлекать птиц, которые опыляли эти цветы. И потом появились плоды созрели, в которых уже ваши детки начали расти, пока их опять ребята не скушали птицы. Вот такая вот история. Продолжение следует...